Всем привет, друзья! Сегодня мы снова смотрим реплей моих зрителей, которые скидывают мне их. И если у вас, я напоминаю, если у вас есть хороший реплей, с каким-то хорошим боем, там, я не знаю, просто что-то затащили невероятное, то можно скидывать в личку паблику ВКонтакте, ссылочки все в описании. И в крации описывайте, что было в бою, чтобы я примерно понимал, что там интересного. Вот. Ах вот, сегодня у нас в гостях Зелониус, если я правильно почитал, на коне. Он, в принципе, можно сказать, что как бы в топе. Правда, все девятки в основном, пять десяток, в принципе, вот. Ну, можно сказать, что в топе, блин, при таком сетапе, на коне это просто имба. Вот. В принципе, поехал он, как вы понимаете, все куда ездят, тяжи в этом направлении. Не знаю, зачем здесь бат союзный. В принципе, ему тут, наверное, нереально неудобно будет. Это сто процентов. На бате здесь это просто Unreal. Вы же уже на коем-нибудь все четверки можно было бы сюда приехать. Ну, это, в принципе, не суть важна. В принципе, приехал он правильно, встал от борта, начинаю танковать. Как вы видите, уже четырестатый понял, в чем прикол. Зарядил фугасики. Вот они. Вот. Наш, в принципе, герой, в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, еще раз скажу. В принципе, он правильно приехал. И тут ему просто нереально как круто повезло, что у него такие и дурачки союзники, которые там где-то далеко стоят. И он может в первой линии просто накидывать, и ему ничего противники не делают. Просто абсолютно ничего. Вот. Сейчас он стрелял, кстати, ПЗ, я не понял, куда он стрелял. Он просто хотел нашего героя попасть, но просто промазал в упор. Но это не суть важна. Смотрим, значит. Значит, выцеливается он, выцеливает он четырестатридцатого. В принципе, все нормально делает. Вот он, кстати, мог, не знаю, мог, кстати, верхний доворачивать. Я когда первый раз смотрел реплей, то, как бы, он смотрел ему, в принципе, нормально. У него горело зеленое, и, скорее всего, нужно было так и стрелять. Пулька полетела либо бы вот так вот, куда он целил, либо, может быть, чуть выше, и там нормально было бы. Кстати, смотрите, 1-5 счет, да? Труп хороший сделал у нас четырестатридцатый, как я понимаю, да, четырестатридцатый, девятого левела. Сделал труп, в принципе, нереально крутейший, блин, для нашего героя на коне, потому что просто от башни теперь стоять, просто развалить. Вот он дает ему в НЛД. В принципе, ребят, можно было не обязательно в НЛД, можно было бы и в эту вот выпуклость его возле башни тоже дать. Вообще спокойно пробили бы. Вот, что мы видим. Т-десятый у нас круто поставляется. Дает четырестатридцатому. Хотел Эмиилю вместо Т-десятого. Не знаю, зачем, можно, в принципе, было этих убивать сначала. Потому что они вблизи стоят, в принципе, зачем тех? Можно этих разваливать. Быстрее развалишь, быстрее проедешь дальше. Дает четырестатый, то есть четырестатый поставляется. Даня, 1-3-5-7-9. То есть, Данек у нас 79-го года рождения просто подставился. Дальше что? Мы увидим, как он выпуклость дает ПЗшим. Четырестатый, как мы видим, до сих пор стреляет на фугасах. Выходит. Доворачивает, получает. Все, в принципе, нормально. Видим, четырестатый отдаёт фугасом раз, фугасом два, тут фугасом три. Там, вот. В принципе, неплохой чел. Вот. Дальше видим, Т-десят отдаётся. 3-7 счёт. В принципе, неплохой счёт. Нормально. Все по карте, что мы видим? По карте мы видим, что зелень забрали. Поставляется тут. И как же они поставляются? Почему против меня так не поставляются? Это просто нереально. Зелень забрали. Сейчас бы убьют арту. Леопард передвигается сюда, потому что все наши силы основные здесь. Ну как, такие силы, конечно, себе. Что мы видим по обстановочке? Эмиль. Эмиль тут перестреливается с ним. Он танкует, как видите, от борта выходит. То есть уже 4-3 сантанковал. 6-500 дал. Всё правильно. От бортика. Всё как положено. Всё по красоте. Как по книжечке, короче. Вот. Что мы видим? Дальше. Дальше мы видим, что наших чуваков зажимают. То есть с меда зажимают. С зелени зажимают. Кстати, если бы они просто стали базу убрать, они бы выиграли. Смотрите, как тут прикольный момент. Смотрите. Оп. Масочку. Ха. Масочку дал. Рикошет от масочки попал. Кстати, прикольно. Он рикошет дал от маски. И он вроде бы должно было отрикошетить и пробить. Ну. Ладно. Странно, что выстрел какой-то. Так. Тут забирает. Он 9-11 уже. Если бы они стали на захват, скорее всего было бы намного круче. Кстати, вот. Смотрите. Самое лёгкое закончилось. Здесь он в НЛД даёт. Это нереальный простой выстрел. Не нужно было бы такие выстрелы давать. Это просто бред. Под таким углом в НЛД это просто минус пулька. 14 снарядов у нашего героя остаётся. 14. Дальше начинается самое интересное. Дальше начинается скилл. Тут уже от бортика против девяточек не потанкуешь. Вот он. Раз. Минус ещё. Одна пулька. Странный выстрел. Когда ты можешь просто от борта пытаться выходить и давать нормально в НЛД. Он здесь за её, смотрите, опять. Он КД. То есть ты просто выходишь слева от трупа и даёшь в НЛД спокойненько. Не надо выцеливать ничего. Ну. Тут наш герой решает пострелять по более простому танку. Потому что что-то с тем не идёт. Вот. 10-12. Они не берут базу. Если бы они взяли базу, скорее всего, они бы выиграли. Тогда так и было бы 100%. Я говорю, что они бы выиграли, если базу брали. Но они решили поехать добивать. Только всё это непонятно, чем закончится. Ну, только подписан на группу ВКонтакте. Я уже знаю, чем закончится. Вот. В НЛД нау. Тут хорошо он сделал. Тут правильно. В принципе, неплохо. 8000 урона уже. Почти 5000 не танковал. В принципе, неплохо. Здесь хотел он так сделать. Выехать вперёд. Но он понял, что ВК-шка там всё-таки неохота получать. В принципе, ХП. Он правильно сделал, что пережёт ХП. Потому что ещё как бы 5 танков. Вот. Стандарт КД. Минус 1. Дальше смотрим. 290. Что по ситуации, ребят? Забирает у Стандарта. 3 в 4. Шеридан у нас, Алексей, даёт урон ему. Мы видим, что он не на голдовый фугасах. Просто обычные фугасики. Значит, тут он хорошо, что забирает. Кстати, мог опять не забрать. И было бы реально очень плохо. Вот. Здесь мы видим у нас Шотный Леопард. Шотного Леопарда, скорее всего, сейчас должны забрать. 7 фрагов. 8700 урона. Что он делает? Он видит, что выходит Шеридан. Даёт Шеридан КД. Он даёт ему выстрел. Всё правильно. Сейчас по ситуации нужно правильно принять решение. Правильно принять решение. Это просто ехать давить 4 с 30-го. Это самое объективное и нормальное решение. Пока Шеридан катается. Пока он КД. Нужно ехать, просто убивать. Главное, ещё Шеридану задницу не поставить. Всё. Даёт урон. Всё. Понимает, что он первее. Понимает, что он сейчас заберёт. Контролирует немножко задницу. Всё-всё. Начинает доворачивать. Всё правильно. Очень правильно. Доворачивает, доворачивает. Чтобы он ему не дал пулочку. Вот. Хороший. Блин, такие выстрелы вот эти вот с разворотов. Типа без снайперского. Типа, когда у тебя 3 пульки всего лишь. И он на 3 пульки вот раз. Поджогом даёт. И вот здесь вот самое интересное. Смотрите. Оп. И последняя пулочка. Бам. На самом деле интересный момент. Вот. В принципе всё. Эти. Сейчас вы увидите, короче, на экранах. Итоги боя. Ну, в принципе, прикольный бой. Но слишком много рисковал. Те пульки могли очень жёстко зарешать на ВК, в который он стрелял. Типа в НЛД, там в башню. И вот сейчас он, типа, когда вот здесь вот был, мог спокойно, блин, не попасть. И всё. Если бы у него не было пули, он бы не выиграл бой просто. Ну, короче, такой лакерный немножко бой. Не на верочку, я бы сказал. Вот. Поэтому. В принципе, всё. Всем пока. Ссылки в описании. Подписывайтесь. Ещё будут видосики от зрителей. Всё.